всем привет дамы и господа с вами александр и я продолжаю обзоры на бренд карелла и сегодня мы с вами будем рассматривать модель которая у нас называется эпика эта колясочка два в одном и цвет который у нас сейчас на обзоре этот цвет называется айрон грей такой тупо темно-серый цвет практичный максимально цвет зато ну вот в двух словах немножечко мое мнение о бренде скажу перед роликом на самом деле вот чем карелла мне нравится если вы хотите получить максимум за минимум денег и получить тоже время еще и стильную коляску с хорошими материалами то это карелла друзья потому что таких предложений на рынке я лично больше не знаю если вы знаете напишите в комментарии с удовольствием посмотрю что еще интересного есть за адекватные деньги на рынке но это друзья топчик за свой бюджет после обзора пройдите посмотрите по ссылке на эту колясочку будет ссылка на фертбаги и вот эта цена друзья это просто цена обычной прогулки а вы здесь получаете на большой период с рождения до 3-4 лет колясочку два в одном ну просто удивительно как они умудряются делать так так друзья технические базовые характеристики назову вес с люлькой 13 4 килограмма вес с сиденьем 12 4 килограмм прогулочный блок вот он у нас до него дойдем 120 170 градусов угол наклона 57 сантиметров что классно здесь ширина колесной базы и люлька друзья здесь здоровенная 78 на 33 это очень большая люлька так 22 килограмма удерживает ребеночка и что еще в принципе все давайте изучать будем с по традиции с люльки начнем и в любом случае 1 начинаем пользоваться и сразу скажу про ткани друзья это не у какой-то там премиальный материал это хороший среднего уровня материал который имеет пропитку которая отталкивает влагу защиту от ультрафиолета в принципе полный необходимый пакет что мы ждем от ткани от от ткани здесь присутствует стандарт называется ультра сет защита от ультрафиолета upf 50 плюс в общем все как во взрослых дорогих колясочках здесь есть ткань приятная все хорошо смотрите что касается козырька здесь у нас есть вот такая опция можем нажать кнопочки вот так еще увеличить открываем еще один замочек если летний ребеночек открываем у нас здесь сеточка для проветривания также у нас здесь в люлечке еще одна секция с ребеночек лежит на животике можно открыть чтобы он смотрел проветривать дополнительно можно в общем весь набор функций особенно за этот бюджет просто нереальное что-то вот козырек большой с дополнительной секцией которую можно так внутрь завернуть удобная ручка для транспортировки в к коже все прошито все хорошо за нее мы носим и под ручкой нет отверстия туда ничего залетать не будет что еще мне нравится здесь высоченный просто нереального размера козырек если в зиму попали туда я не знаю что нужно что за ветер чтобы туда что-то задуло вот такая маленькая щель сверху смотровое окошечко тоже присутствует сейчас я вам покажу эту всю накидочку она у нас фиксируется здесь на замочек и вот таким вот образом это все выглядит вот такая вот накидочка сейчас я постараюсь ее вообще отстегнуть она здесь на замочках хотя в принципе для чего я буду ее отстегивать здесь это ничего вам не даст я сейчас уберу пока что в сторонку сумочку и вы посмотрите на это что мне нравится в таких накидках когда они на замочке мы можем вот так по бокам отстегнуть и вот так вот отвернуть накидочку и у нас образуется удобный доступ к ребеночку вот это я очень ценю это действительно хорошо и полезно смотрите какая она огромная здесь также у нас классный толстый приятный матрасик с этим все хорошо и есть деревянное дно и возможность ребеночка с помощью вот этой подставочки специальной привести в такое полу сидячее положение кому-то это нужно пожалуйста опция такая есть в общем функционал здесь максимальный просто во всех отношениях накидочка у нас из-за того что на замочке вся пристегивается нигде не поддувает ничего абсолютно плюс еще сверху вот такая вот накладочка я бы ее назвал уже как декоративный все вот вот так это все выглядит все хорошо снимаем люлечку смотрим что у нее на основании хочу сразу обратить внимание что кнопки для снятия люльки они с памятью у нас здесь ножки в общем все хорошо можно смело ставить на землю ничего не покорябаем не запачкаем так смотрим на прогулочный блок к сумочке чуть позже вернемся прогулочный блок друзья смотрите в комплекте здесь идут адаптеры высоты они нужны нам для установки люльки сиденья ставим мы без них потому что тогда меняется нагрузкой технически это невозможно и обычно адаптеры высоты не рекомендуют ставить потому что это все уже не так надежно так накидку сейчас посмотрим в общем блок здесь реверсивный и по ходу движения и против хода движения ставится вот таким образом подножечко естественно регулируем а что мне нравится здесь в к коже обито основание чтобы легче было за ней ухаживать смотрим друзья на 120 градусов принципе этого достаточно что времена комфортно сидел не был сильно завален назад с этим все хорошо 170 градусов смотрим на максимально выдвинутый козырек козырек в лежачем положении ну классическая схема принципе половину ребенка закрывает чтобы регулировать спиночку у нас здесь вот такая вот система регулировки рычажок мы можем регулировать по высоте с вами козырек смотрите как это выглядит опять же пройдите после обзора посмотрите цену и вот весь этот функционал который включен в эти деньги но удивительно так пятиточные ремни мягкие накладочки на паховой зоне есть и на плечах также есть перемычка на бампере бампер у нас можно отстегнуть так где его кнопочка вот она отстегнуть если перемычку убираем то он нас откидывается полностью в сторонку для удобной посадки ребенка тоже максимально круто вот так вот так что касается блока мы с вами разобрались здесь все понятно классический нормальный блок достаточно кстати мягкий здесь матрасик используется в основании при долгих прогулках ребенок нормально себя будет комфортно чувствовать то что он реверсивный я уже вам говорил давайте дальше смотрим на шасси ручка друзья эко кожа мягкая приятная эко кожа все супер про строчечка хват здесь классный потому что ручка достаточно толстая все как я люблю вот мне нравится когда я удобно держусь за ручку она регулируемая по высоте телескопическим образом то есть когда вы высоко поднимаете коляска дальше от вас вы не пинаете раму но вы еще и не пинаете потому что вот эту ось вынесли наверх она не идет полностью по колесным скажем так и по центру колес и и вывес вынесли наверх этим тем более вы пинать не будете так теперь давайте посмотрим что у нас из себя представляет основание что у нас здесь интересного здесь у нас резиновые колеса они не надувные амортизация передние колеса естественно имеет возможность блокировки если нужно какую-то неровность преодолеть пожалуйста без проблем доступ в багажник у нас здесь друзья лучше всего реализован спереди сзади у нас здесь смотрите как все сделано кармашек дополнительный для чего-нибудь дальше у нас есть вот такое вот отверстие чтобы можно было что-то опускать в багажник как бы здорово конечно прикольно но я люблю когда нормальный удобный доступ закидываешь туда но конструкция колясочки немножечко отличается с поэтому здесь лучше закидывать все спереди нагрузку багажник выдерживает здесь в три килограмма поэтому принципе для жизни хватает колеса естественно и задней с амортизатором все хорошо тормоз классический нужно снизу ковырнуть обувью поэтому не самое лучшее решение ну как в большинстве что касается того как она у нас складывается давайте посмотрим как это делается что нам для этого нужно вот таким образом потом здесь ручка отсюда виднее ручка есть за ней тянем кнопочку нажимаем и получаем вот такую компактную конструкцию это можно делать и по ходу движения и против хода движения опять же вспоминаем друзья стоимость и понимаем что максимально навороченная коляска за минимальный прайс поэтому действительно рекомендую обязательно обратите на нее внимание когда будете выбирать карелла у них достаточно хорошая история по сервисному обслуживанию я имею ввиду что они достаточно надежной коляски и так что там ломаются постоянно что-то такого даже близко нет хорошая колясочка за свой бюджет вопросов к ней в принципе нету поэтому почему бы вам ее не рекомендовать вы можете приехать в любой наш магазин у нас много по россии магазина все это поюзать посмотреть пощупать вот и соответственно уже определиться напоминаю ссылка внизу в описании пройдите посмотрите а вам лишь хочу пожелать сделать хороший грамотный выбор всем пока